В имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос приходит в мир Обещанный, долгожданный Всем человеческим родом Упование человеческое Упование и надежда Ибо по сути своей, если в глубину всмотреться в свое житие, бытие Человек чаще всего ощущает свою жизнь, как жизнь в аду И мы действительно на самом деле живем в аду, братья и сестры Потому что изгнаны были Богом из рая А из рая изгоняют только в другого места-то нет И когда Адам сидел прямо в рая и плакаясь горько, он оказался по сути своей в этом самом пребывающем ада Есть замечательные-замечательные стихи, я очень их люблю, иногда повторяю, Дмитрия Кедрина Замечательного русского, советского поэта, поэта 30-х, 40-х годов 20-го века Поэта времена разгола атеизма, кошмара атеистического И вот он как-то написал, скоро-скоро В поздний час заката, как погаснет небо синева, я закрою жадные когда-то, а тогда потухшие глаза И когда я стану перед Богом, я скажу без трепета им Знаешь, Боже, зла я сделал много, а добра должно быть никому Но смешно попасть мне к черту в руки, чтобы он сварил меня в котле Нет в аду, такой хромешной муки, чтоб не знал я горше на земле Великие стихи великого атеистического периода нашей жизни, советского периода Но они осмысливают именно бытие человека И вот в мир приходит Христос Он приходит и приносит с собой уже райское бытие Рядом с ним не может быть никакой скорби И там, где он присутствует, там нету ни болезни, ни печали, ни воздыхания И он открыто отзывается на любую человеческую нужду И поэтому мы с вами в Евангелии имеем столько исцелений Столько Божьих благодеяний человеку Потому что не может быть рядом с ним никакой скорби Но для этого надо с ним рядом встать И у нас, братья и сестры, у всех есть такая возможность Встать рядом с ним Несмотря на все наши скорби Несмотря на все наши болячки, болезни, несчастья, неприятности Единственным по сути своим приближающим нашим может быть только Христос Но еще Матерь Божия, конечно Конечно, она Царица Небесная Но прежде всего, конечно, все равно Христос Стать рядом с ним И мы с вами можем это делать И сегодня только что присутствовали На этом самом таинственном Божьем делании Литургия Литургия есть общее дело Бога и человека Нас с вами и Христа Христос совершает это великое таинство Мы принесли Ему в дар хлеб и вино А Он, стоящий у престола На идти им Духа Святаго Притворяет хлеб и вино в свое тело и в свою кровь И мы с вами слышим на Евхаристии Ты от небытия в бытие нас привел Еси И отпадшие восставил Еси паки И не отступив Еси Тебя, доди же нас на небо привел Еси И Царство Твое даровал Еси будущее То есть мы сейчас с вами В этом самом вечном будущем Царстве Немножечко мы побываем Ощутили мы Его или не ощутили Это уже вопрос другой Но мы побывали именно в самом этом Царстве Небесном И условием этого пребывания В этом Небесном Царстве Является наша с вами вера Именно на это и обращает внимание Господь наш Иисус Христос Когда Его просят два слепца исцелить их И Он первым делом вопрошает Первым Увидите Есть ли у вас вера в то, что я могу это сделать И те не обвинулись, а отвечают Да, Господь Истинно так Мы верны, что ты можешь это сделать Потому что вера Как таковая Это самое главное Что есть у нас с вами, братья и сестры Самое важное Вера Это внутреннее Интуитивное Опознание Истины Я, конечно, понимаю, что веры бывают разные И веры бывают ложные Но внутреннее сердце человеческое Которое ищет Бога Которое жаждет Бога Оно всегда в конечном итоге его находит Даже в других вероисповеданиях Простите меня Люди находят эту самую истину Пускай искаженную Пускай не до конца раскрытую Но все равно Они постигают Божие присутствие в мире И мусульмане, и язычники, и многие другие А мы с вами имеем веру откровенную То есть открытую Раскрытую нам самим Богом Сам Бог пришел в мир И даровал нам эту самую веру И наша задача Эту самую откровенную веру Дарованную не каким-то пророком А самим Богом Открытую нам Вместить в свое сердце Опознать это Божие присутствие в мире Опознать Его Благодеяние в мире Которое Он совершает для каждого из нас Понять, что мы с вами постоянно живем В непрекращающемся чуде Дыхание, взирание Обоняние, осязание Над нами солнце ходит Над нами небо сияет Тучи разверзают свои дожди И все равно это великая мистерия Божьего присутствия в мире Но прежде всего Еще раз повторюсь Митургия Которая мы с вами призваны На которой мы с вами можем Быть, присутствовать Не просто стоять А вместе со Христом Ее совершать И Господи Даруй нам Опознание Тебя Здесь, на земле Потому что это Действительное Подлинное счастье Прицезреть Тебя И чувствовать И ощущать Потому что ты Совершил то дело Которое поручил тебе Отец И об этом ты тоже Свидетельствовал сегодня В евангельском слове Во второй части Евангельского отрывка Когда Мы с вами прославляли Отцов Шести Вселенских Соборов Я исполнил то дело Какое ты мне поручил Возглашает Отец А какое дело Он совершил Еще до распятия А он его уже совершил То, ради чего он пришел Он устроил Здесь, на земле Свою церковь Церковь, которая является Собранием людей Верующих в него Там, где двое Или трое Собраны во имя его Там он стоит посреди нас Это его слова И вот мы с вами Здесь человек 30 35 собраны И между нами стоит Христос Это и есть его тема Мы с вами частички Этого тела Им собранные Им поставленные И мы несем эту правду Божию в мир Как нам быть едиными Со своим словом И со словом Божьим Как нам быть едиными Со своими поступками И с тем, что видит И прозревает Каждым из нас Господь Это и есть Жизнь Церкви в мире Жизнь и осуществление Правды Божьей в мире И опознание истины В каждом из нас Когда мы Христовы Тогда мы действительно По-настоящему веруем в Него Тогда действительно Все, что Он нам посылает Мы принимаем как великое благодеяние Ибо этими посланиями Он нас с вами вводит В Царство Своё Где царствует Отец Сын Святой Дух И любовь Божия Проникает в каждого из нас Аминь Спасибо Господи Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!